Привет спортсменам и болельщикам! Надеюсь, ваша спортивная неделя была насыщенной. И если же вы пропустили то или иное состязание, не знаете, какой счет был в матче любимой команды, вам сюда. Это программа «Дополнительное время» еженедельный дайджест спортивных событий закрытого города. Готовы? Тогда на старт! Внимание! МАССОВЫ Давайте сегодня начнем нашу программу с разговора о массовом спорте. Такой курс взят правительством нашей страны несколько лет назад и сейчас планомерно реализовывается. В частности, я говорю про комплекс ГТО. 13 апреля в городе Бор прошла областная спартакиада ГТО. Спортсмены состязались в семи видах спорта. Стрельба из электронной винтовки, подтягивание на высокое перекладение, отжимание от пола, подтягивание из виса на низкое перекладение, упражнение на пресс и гибкость и плавание на 50 метров. За каждое упражнение участнику начислялись очки. Результат команды складывался из сумм очков всех участников. В итоге команда внефт завоевала первое общекомандное место. В личном зачете в отдельных дисциплинах абсолютными победителями стали Владимир Якунин и Елена Богданова. В общем зачете в своих возрастных группах первые места заняли Владимир Якунин и Ксения Лесницкая. Елена Богданова и Татьяна Островская заняли вторые места. 10 апреля воспитанницы Дюш-Шикар приняли участие в турнире по художественной гимнастике «Наши надежды», который прошел в Арзамате. В групповых упражнениях победителями соревнований стала команда «Кокетки». Серебряные медали завоевали спортсмены команды «Ассорти». В личном первенстве Варя Фролова стала победителем соревнований среди гимнасток 2013 года рождения. Анна Белоусова – серебряный призер среди девочек 2012 года рождения. Тренируют спортсменок Елена Пугачева, Екатерина Колганова и Юлия Никольская. В минувшие выходные в Саранске прошел четвертый тур открытого командного чемпионата Мордовии по настольному теннису. В соревнованиях приняли участие 23 команды, 5 из которых представляли «Наш город». Команда в составе Владимира Лебедева, Егора Безменовой, Влада Медведкиной, стала серебряным призером. В Нижнем Новгороде состоялись соревнования по настольному теннису среди сборных команд городских и муниципальных районах в рамках 17-й спартакиада ветеранов спорта Нижегородской области. На этих соревнованиях сборная Сарова заняла второе место. В личном зачете лучшими на турнире стали Саровчане Владимир Садыков, Денис Сабаев, Олег Коваленко и Елена Туровская. 14 апреля в Кстово прошел 21-й межрегиональный турнир по боксу класса «Б». Наш город на соревнованиях удачно представили обучающееся отделение единоборств спортивной школы «Карп». Данил Чугунов в весовой категории 80 кг занял первое место. Победителем в весовой категории 75 кг стал Семен Улимов. Илья Анучин в весовой категории 66 кг стал серебряным призером. Тренируются спортсмены у Анатолия Забелина и Виктора Шлипугина. 12 апреля в Держинске состоялся открытый чемпионат Нижегородской области по плаванию среди спортсменов-инвалидов. В заплывах приняли участие почти 50 пластов из Держинска, Нижнего Новгорода, Бора, Шатков, Балахне и Сарова. Мария Федоркина стала лучшей на трех дистанциях – 50 метров вольным стилем, 50 метров на спине и 50 метров брасом. Иван Филькин дважды поднялся на первую ступень по итогам заплывов на 50 метров вольным стилем и 100 метров на спине. Руслан Некрасов стал лучшим на дистанции 50 метров вольным стилем и серебряным призером на 100 метров брасом. Данила Лебедь собрал весь комплект медалей чемпионата. Занял первое место на заплыве на 100 метров брасом, второе место на 50 метров вольным стилем и третье место на 100 метров в киноспине. Мария Гусакова одержала две победы на дистанции 100 метров брасом и 100 метров вольным стилем, а также заняла второе место на 50 метров вольным стилем. Никитов Осенин стал серебряным призером на дистанции 100 метров на спине и получил бронзу на дистанции 100 метров вольным стилем. Традиционный междугородний турнир по баскетболу среди ветеранов прошел 13 и 14 апреля. В нем приняли участие традиционные команды из Москвы, Нижнего Новгорода, Саратова, Санкт-Петербурга и две команды Сарова. В полуфинале Саратов обыграл Нижний Новгород, а Саров одержал победу над Саровым-2. В финале Саров встретился с Саратовым и в упорной борьбе одолел гостей со счетом 59-52. Команда Нижнего Новгорода в борьбе за третье место также одержала победу. 13 апреля стал счастливым днем для саровского спорта. Наши баскетболисты в шестой раз стали чемпионами области, завоевав титул второй раз подряд. Заключительный матч областного перенства в волею календаря проходил в Сарове. На паркете встретились Атом Саров и Мотор из-за Лжья. Обе команды пятикратные чемпионы области. Все подробности встречи у Елены Грицковой. Спортивный азарт и серьезная конкуренция между непримиримыми соперниками существует уже не первый год. И каждый раз сохраняется интрига. Кто же победит в этот раз? С начала матча саровчане набирали обороты и ввели в счете. Но во втором периоде Атом допустил несколько тактических ошибок в защите. Результативные атаки Мотора и точные броски со штрафной линии позволили команде догнать соперника. Тяжелая игра была, тяжело сложилось первые три четверти. Равная игра с обоюдными ошибками. К третьему периоду игроки Атома собрались и благодаря быстрым контратакам и грамотной обороне снова получили преимущество. Четвертый период начали с разницы в четыре очка. Несмотря на серьезного соперника, Атому все же удалось вырвать победу. Игра захватывающая, сложный соперник. Постоянный наш многолетний, так скажем, спален партнер, с которым мы постоянно бьемся. И игры получаются очень напряженные, интересные. Со счетом 88-81 наша команда в шестой раз стала чемпионом Нижегородской области. Саровчанам вручили медали и чемпионский кубок. Лучшим игроком чемпионата стал Антон Тришин. Сегодня спасибо болельщикам, поддержали нас полную трибуну, это очень приятно. Ну и последняя игра дома, выигрывать ее и завершать тем самым чемпионат области, выиграв его, конечно, приятно вдвойне. Сезон завершен, но отдыхать Атому некогда. Теперь команда будет активно готовиться к чемпионату России, который пройдет в середине июня в Оренбурге. Футболисты из команды Дюшикар в начале апреля вернулись из города Кстово, где добились высшего результата, завоевав золотые медали и став лучшими среди 20 команд со всей области. Мы со спортсменами встретились и выяснили подробности поездки. По мнению Егора Кудашова, залог успеха футбольной команды Дюшикар 2006 на зимнем турнире в Кстове, это не только умение слушать тренера в период подготовки к соревнованиям. Как утверждает спортсмен, главное на поле показать себя командой. Это командная игра, потому что если у одного не получается, поможет второй. А индивидуально это играет только один игрок и там многое не получится. Результатами на турнире в Кстове Егор доволен. Его команда не потерпела ни одного поражения и абсолютно заслуженно забрала себе золотые медали. Несмотря на то, что Егор занимает позицию нападающего и реализует немало острых моментов на поле, центральным игроком команды он себя не считает. По моему мнению, это и вратарь, и нападающий. Так как вратарь это полкоманды, а нападающий должен реализовывать свои моменты. Своими подопечными тренер команды Алексей Серебров гордится. Под его началом ребята стали лучшими среди 20 команд. В финале турнира они смогли нанести два поражения соперникам и две игры свести в ничью. Все это дало возможность по очкам оказаться на первом месте. Первая задача стояла подготовиться к летнему сезону, но все-таки вторая задача еще если окунуться в историю, два года назад по этому же возрасту мы там тоже стали чемпионами. И поэтому любое другое место для нас было как шаг назад. Еще одним показателем успеха нашей команды стало приглашение трех игроков на сборы на базу Изумрудной для подготовки к очень престижному турниру Эмерал Кап, который пройдет там же с 17 по 21 апреля. 13-14 апреля в Ледом дворце проходил турнир с участием шести команд на Кубок ВНЕФ по хоккею. Впервые в нем боролись за призы гости из Нижнего Новгорода. Своими глазами хоккейной схватки наблюдала Дарья Цепарыгина. Болельщики не жалея сил поддерживают свои команды, хоккеисты рвутся вперед и стремятся закинуть заветную шайбу в ворота соперника. За главный трофей турнира Кубок ВНЕФ борются команды, представляющие различные подразделения ядерного центра. Мы возрождаем хоккейные традиции, которые были присущи нашему предприятию и нашему городу. Увеличиваем количество занимающихся хоккеем и, так скажем, популяризируем этот вид спорта. В этом году за Кубок ВНЕФ боролись шесть команд. Их разделили на две группы. После первого этапа соревнований определились претенденты на призовые места. В стыковых матчах за пятое место встретились команды, которые заняли третье место в своих подгруппах. В финале турнира на лед вышли команды «Старт» и «Импульс». Люди играют в разных группах здесь. Ребята есть, которые выступают за «Саров Инвест». Ребята, которые ездили половину команды на «Атамиаду», заняли там третье место. Игровой опыт и настроен на победу позволили хоккеистам из команды «Импульс» завладеть инициативой с первых минут финального матча. Спортсмены старта старались дать достойный отпор сопернику и использовали любую возможность для атаки ворот. По итогам финальной игры обладателем Кубка стала команда «Импульс». Я очень благодарен ребятам за самоотдачу. Здесь собрались все самые лучшие ребята, которые могут поддержать нашу команду. На церемонии награждения хоккеистам вручили медали и кубок. Лучших игроков турнира отметили дипломами. Сегодня желающих приобщиться к хоккею среди работников ядерного центра становится все больше. Для тех, кто хочет с нуля освоить этот вид спорта, существует своя любительская команда. Такой была эта спортивная неделя в Сарове, состоящая из побед и поражений, успехов и неудач. Хотите быть в курсе всех наших новостей? Первыми узнавать самую актуальную информацию или быть героем наших сюжетов и программ? Подписывайтесь на наш канал в Ютубе и присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте, Инстаграм, Фейсбук и Одноклассники. Всем побед! Пока! Субтитры подогнал «Симон»